О наболевшем. Программа о каждом из нас. И для каждого. Псковско-областной клинической больницы Ольгой Анатольевной Кудрявцевой мы решили сделать серию передач с участием специалистов, которые помогут нам разобраться в тревожных симптомах. Ольга Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада вас видеть. Взаимно. Ну, важная ведь тема. Она не то, что важная, она наболевшая. Потому что ковид, к сожалению, заболевание, которое относится к группе, как вы сказали, вирусных инфекций. Но, к сожалению, учитывая тропность вируса к стенке сосудов, очень часто вирус поражает кровеносные сосуды в очень многих органах. Это может происходить как во время госпитализации пациента в стационар, где он находится на лечении с ковидом, так и в более отсроченном периоде. Говорить просто про постковидный синдром, наверное, может быть, я бы не стала в самом начале нашей передачи. Мне хотелось бы затронуть, наверное, основные проблемы, с которыми сталкиваются больные, которые перенесли или переносят новую коронавирусную инфекцию. Особенно аспект – это патология сердечно-сосудистой системы. Ещё раз хочу повториться, что вирус действует на стенку сосуда. В стенке сосуда возникает воспаление, а на воспалённой стенке происходит также нарушение свёртывающей системы. То есть склонность к тромбообразованию при новой коронавирусной инфекции – это уже для всех понятно. Поэтому одним из главных препаратов в лечении коронавирусной инфекции – это препараты, которые называются антикоагулянты. Препараты, которые способствуют разжижению крови. Но приведу пример обычного, наверное, осложнения, страшного осложнения, которое случается у больных, особенно с тяжёлыми формами ковид. Тромб образуется в сосуде головного мозга. Что развивается? Инсульт. Тромб образуется в коронарной артерии, развивается инфаркт. Тромб развивается в лёгочной артерии, развивается наигрознейшее осложнение – это тромбоэмболия лёгочной артерии. Также мне бы, наверное, хотелось рассказать о том, что коронавирус действует не только на стенку сосуда, он ещё и очень часто действует на саму мышцу сердца. У здоровых людей, которые до коронавируса не болели ничем, и у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вирус очень часто поражает сердечную мышцу с развитием так называемого миокардита. Если миокардит протекает в тяжёлой форме, то на него, конечно, обратят внимание согласно жалобам пациента, то есть там одышка, слабость, учащённое сердцебиение, непереносимость уже каких-либо физических нагрузок, то подчас так называемые лёгкие формы коронавирусной инфекции тоже могут протекать с поражением мышцы сердца. То есть миокардиты на первых порах протекают легко и незаметно, особенно у молодых людей. Но вот спустя как раз какое-то время, 3-4 месяца, вроде бы у молодого человека, ранее не болевшего, появляются жалобы. Я вам просто могу привести примеры таких пациентов, которых мы лечили и наблюдаем. Ну, пожалуйста. Когда после перенесённой коронавирусной инфекции, через 3 месяца мужчину привозит скорая помощь, отёки нижних конечностей, живот огромных размеров, дышит очень часто, в лёгких. Жидкости много, границы сердца практически занимают всю грудную клетку при проведении рентгенографии. В результате, да, он попадает к нам и методом обследования, методом умонаших заключений и знаний. Мы больному предположили, что он перенёс миокардит с исходом уже в дилетационную кардиомиопатию. У сердца бывает, есть сократительная функция, она определяется в процентах. В норме так называемая фракция выброса должна быть больше 55-60%. Вот этот пациент к нам приехал с фракции выброса 16%. То есть, оно стало таким большим, что оно практически уже не сокращалось и не могло помогать организму справляться со всеми проблемами. Но вот для таких пациентов, то есть, лечение, оно достаточно трудоёмкое и умственное со стороны врача. И в дальнейшем, но, слава богу, отмечалась на фоне лечения положительная динамика, потому что в тяжёлых случаях, когда не помогает медикаментозная терапия, то такие пациенты первые на пересадку сердца. Даже так? Даже так. Поэтому это вот одна из причин. Более лёгкие формы миокардита, которые пациенты переносят на ногах, они тоже спустя какое-то время проявляются. Во-первых, сейчас масса людей, которые жалуются на перебои в сердце. Да, это правда. Правда. Это всевозможные тахикардии, обычные тахикардии, но которые просто человеку мешают жить и работать. Это более сложные нарушения ритма в виде фибрилляции предсердий, желудочковых экстрасистолий. У некоторых развиваются более грозные нарушения ритма, которые требуют непосредственно консультации кардиолога и серьёзной достаточно антиаритмической терапии. Это вот сейчас такая самая, наверное, большая проблема в течение постковидного синдрома со стороны сердечно-сосудистой системы. Ещё хотела бы отметить один аспект. Пациенты, которые страдали патологией сердца до заболевания ковидом. У нас основной процент каких болезней сердечно-сосудистых у пациентов в стране? Это, как правило, более 50, это гипертоническая болезнь. На фоне ковида проходит полная разбалансировка, как правило, цифра артериального давления от низких до высоких. Это так называемые скачки давления, да? Это скачки давления. И что самое страшное, то есть на фоне обычной терапии, которую принимал пациент до новой коронавирусной инфекции и во время, и после, то есть там приходится менять всю терапию, увеличивать тоже, добавлять ещё какие-то лекарственные препараты. То есть, как правило, все через это проходят. То есть тоже проблема. То есть это действие на сосуды, поэтому коронавирусу, поэтому вот это тоже проблема есть. Но вот основная, конечно, это самое страшное. Я думаю, что мы ещё позже столкнёмся со всеми последствиями коронавируса, когда вот пройдёт какое-то время, потому что… И будут проявляться новые патологи. Не все обращаются за помощью, не все правильно лечатся. Часть пациентов лечатся сама, не получая основные препараты, которые должны были быть назначены. Но мы всё это принимаем, поэтому я думаю, что впереди, наверное, не хочется никого пугать, но возможно, конечно, увеличение процента заболеваний сердца. Я правильно Вас поняла, что вот тот человек, который поступил с 16% – он достаточно молодая возрастная группа? Молодая возрастная группа, да. Молодая. То есть миокардиты, они не щадят ни пожилых, ни молодых, никого? Нет. Возраст… Не имеет значения. Не имеет значения. Нет. Ольга Анатольевна, значит, ещё раз надо обязательно разжижать кровь, вот это, чтобы наши радиослушатели уяснили. Но, во-первых, вы не забывайте, что эти препараты может назначить только врач. То есть не все пациенты, ведь есть для этой группы препаратов свои показания, свои противопоказания. Поэтому я ещё раз хочу сказать, что нельзя заниматься самолечением. Это очень серьёзные препараты, которые, увеличивая время свёртывания крови, то есть, грубо говоря, разжижая кровь, они же могут привести к кровотечениям, к носовым, к желудочно-кишечным, к любым другим кровотечениям. Поэтому неграмотно назначенная, то есть, самостоятельно принятая таблетка этого препарата, она же может принести не только пользу, но и вред. На что ещё, наверное, хотелось бы обратить внимание. У нас же сейчас есть программа реабилитации пациентов, которые перенесли ковид. И это в первую очередь касается лиц, которые перенесли в средне-тяжёлые и тяжёлых формах. Но при наличии хочется отметить, что даже при перенесённом ковиде в лёгкой форме, если у человека после выздоровления сохраняются жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы на слабость, потливость, отдышку, невозможность выполнить привычную физическую нагрузку, а тем более перебои в сердце, приступы аритмии, отёки, этот человек должен обращаться сразу за помощью. И я думаю, что любой врач ему должен назначить более расширенное обследование и именно с упором на патологию сердцевое явление, патологии сердца. Ольга Анатольевна, если, предположим, человек, страдающий сердечно-сосудистыми заболеваниями и состоящий, скажем, на учёте у кардиолога, заболевает коронавирусом в тяжёлой форме, попадает в больницу, в инфекционную, а ему требуется операция. Бывает такое? Что тогда? Как? Давайте я вам приведу пример. Пациент находится, неважно, мужчина, женщина, пациент находится на лечении в инфекционной больнице. С тяжёлой или средне-тяжёлой формой ковида, с пневмонией. У него развивается инфаркт. То, с чем мы работаем, с кем мы работаем. Значит, выявляется инфаркт, доктора звонят нам. Из инфекционной больницы звонят вам в кардиологию. У нас полное взаимоотношение с докторами, звонят нам, присылают ЭКГ, рассказывают про больного. Больной переводится на лечение в областную больницу. Если у него показания, ну, как правило, это и есть показания, мы ему выполняем ту же самую коронарографию, стентирование по показаниям. В защитных костюмах? А как же, а как же. Тяжело. Он находится в специальном изолированном блоке, который у нас выделен, да, в больнице. Все врачи, которые с этим пациентом контактируют, естественно, они все в средствах защиты. Пациент продолжает лечиться в областной больнице, стабилизируется. И если ему требуется продолжение в последующем, долечивание еще ковида, дальше тогда он переводится, возвращается в инфекционную больницу. Ольга Анатольевна, еще помните, в одной из наших встреч вы говорили о том, что если врач-кардиолог своему пациенту назначил лекарства, пациенту стало лучше, пациент перестает пить эти лекарства, их надо пить постоянно, да, то есть лекарства, назначенные врачом, надо пить постоянно. Я к чему клоню? А человек заболел ковидом, и ему еще выписывают дополнительные уже лекарства, которые лечат это самое заболевание ковид. Есть ли когда одни лекарства не очень совместимы с другими лекарствами? И тогда какая-то коррекция производится? Конечно. Во-первых, все доктора, которые занимаются лечением ковида, в принципе, должны быть ориентированы. Ведь поступают, как правило, в инфекционную больницу пациенты, имеющие сопутствующую патологию. Это, как правило, сахарный диабет, то есть люди, получающие инсулины, либо таблетированные сахароснижающие препараты. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые получают просто не один и не два, а более, как правило, четырех-пяти препаратов. Конечно, они должны прекрасно понимать, потому что назначая терапию от новой коронавирусной инфекции, часть препаратов оставляется пациенту, часть временно должна отменяться с последующим возобновлением приёма. Ну, так делают, в принципе, все нормальные врачи, потому что, допустим, если поступает пациент в областную больницу с инфарктом, и он при этом страдает сахарным диабетом, патологией щитовидной железой, то есть мы же учитываем действия всех препаратов, когда думаем о том, какую терапию ему назначить. Поэтому я думаю, что это наша работа и наша профессия, когда врач должен понимать, какие он может совмещать препараты, какие нет. Ольга Анатольевна, и я ещё раз хочу уточнить для наших радиослушателей, потому что некоторые говорят, о, я переболел бессимптомно, но это не значит, что не может быть осложнений. Если ты переболел бессимптомно, осложнение может прийти очень неожиданно. Да, ведь не случайно все говорят, что постковидный синдром у некоторых сохраняется до года и после года. Я, наверное, тут сейчас скажу такую фразу сейчас, по мнению иностранных специалистов, ковид выявляет у человека те заболевания, которые у него бы развились через 10 лет. А, вот так. Вот так. Как лакмусовая бумажка такая сразу, раз. Да, понимаете? Ну, давайте я вам приведу ещё раз пример. Да, конечно. То, что вот мы с чем работаем, да. Молодой человек в день поступления к нам, он закрыл больничный лист по ковиду. У него развился инфаркт миокарда. Да, он страдает с сахарным диабетом. Мы его прооперировали. Но вопрос, как он лечился от ковида, он говорит, я перенёс его в лёгкой ферме. Вот так. Это один из примеров. То есть, соответственно, человеку была выполнена коронарография, стентирование. Но и в последующем понятно, что он будет длительно принимать лекарственные препараты. Ольга Анатольевна, а вот это вот, да, до конца жизни принимать препараты вообще звучит грустно. Можно ли излечиться вот всё-таки? Ну, сразу скажу, нет. Нет. Гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание, ишемическая болезнь – это хроническое заболевание. Понимаете, мы наших пациентов ориентируем практически сразу. Очень трудно, конечно, особенно мужчины, мужчины молодые, им это всё воспринять. Но мы объясняем так, что вы же, наверное, не хотите погибнуть через 10 лет от инфаркта или инсульта, если вы не будете принимать таблетки от гипертонии. К этому надо просто прийти и понимать. Ведь можно жить комфортно с давлением 120 на 80, принимая один или два препарата. Сейчас тем более есть комбинированные формы, когда утром одну таблетку с тремя препаратами в одной таблетке ты принимаешь и забыл на целый день. Но вот всё равно такие случаи бывают. В основном, конечно, люди прекрасно понимают, что надо принимать препараты. И ещё один вопрос, Ольга Анатольевна. Какой комплекс обследований может назначить врач-кардиолог своему пациенту, который перенёс ковид и у которого до этого были проблемы с сердечно-сосудистой системой? Ну, это уже расширенное будет обследование, особенно если есть установленный ранее диагноз. То есть, я не говорю о классических анализах, это анализ крови, биохимический анализ, то есть сахара, липидный спектр. Принципиально у человека, который перенёс ковид, иногда определение дедимера, то есть это тот показатель, который говорит о риске развития тромбозов. То есть, это один из параметров коагулограммы, который выявляет склонность к тромбозам. Кардиограмма. По показаниям суточное мониторирование ЭКГ, либо суточное мониторирование артериального давления. Но я думаю, что если человек может измерять давление 2-3 раза в день, то можно приравнять и к суточному мониторированию артериального давления. Обязательно выполнение УЗИ сердца или эхокардиографии. Ну и все остальные обследования, это боли уже углублённые, то есть это по определённым показаниям. Обостряются заболевания. Обостряются течения ишемической болезни сердца, которые требуют пересмотра терапии у пациента. Ещё раз я повторюсь, то есть у человека, который страдал аритмиями, и всё было хорошо на определённой терапии, у него могут участиться приступы аритмии, когда требуется уже помощь хирургов. Гипертоническая болезнь тоже требует пересмотра дозировок препаратов, комбинации препаратов. Да, наши пациенты – да. Ну, я думаю, что вам об этом расскажут, наверное, все специалисты, которых мы планируем услышать, потому что и эндокринные органы страдают, желудочно-кишечный тракт. Про неврологическую составляющую постковидного синдрома я уже говорить не буду, потому что она очень обширна, и я думаю, что нам это расскажет врач-специалист, поэтому я думаю, что… Перейдёт у нас ещё большой разговор. Да, большой разговор. Я думаю, что он настолько насущный, я думаю, что у людей очень много вопросов, поэтому я думаю, что мы, может быть, их попросим прислать нам вопросы, на которые мы постараемся им дать ответ. Да, я хочу сказать, дорогие друзья, что мы обязательно, как сказала Ольга Анатольевна, будем приглашать ведущих специалистов, но и вы не оставайтесь пассивными, пишите нам на сайт или в нашу группу ВКонтакте «ГТРК Псков», задавайте свои вопросы, программа о наболевшем и следите за нашими анонсами. Мы обязательно проанонсируем нашу следующую встречу, ну, а сегодня я благодарю заведующую отделением неотложной кардиологии Псковской областной клинической больницы Ольгу Анатольевну Кудрявцеву за идею цикла вот этих программ и за сегодняшнюю встречу. Ольга Анатольевна, сил вам, здоровья, берегите себя. Спасибо, всем здоровья. И до новых встреч. И до новых встреч. А наболевшим. Редактор субтитров А.Семкин